приветствую дорогие друзья с вами как всегда владимир сегодняшняя тема пятая субстанция вы что-то подобное слышали я вам задаю вопрос после земли и воды и воздуха и огня по некоторым представлениям идет эфир сегодня у меня две темы и несколько разных историй возможно не сильно взаимосвязаны между собой хотя как обычно по традиции я подкину еще парочку тем в общий альтернативный котел информации вторая тема ченнелинг третий сон астрал интересные путешествия то бишь вне тела и последнее четвертое что такое информация виды информации и какие бывают виды информации и как она влияет на жизнь людей то есть по сути нашу жизнь вот с нее я и начну коротко чтобы понять насколько глубока может быть кроличья нора глубину можно понять из некоторых фильмов остров матрица темный город 13 этаж таинственный лес но это конечно просто кино хотя кто владеет информацией тот владеет миром это сказал не я она там майор ротшильд человек который существовал еще в начале позапрошлого века и уж точно контролировал большое количество людей и территорий информация бывает разной есть информация общий мирового плана и в него входит огромное количество ментальных волокон интересное словочитание самое удивительное что мы знаем о существовании оптического волокна это нить из оптически прозрачного материала используя для переноса света внутри тела посредством полного внутреннего отражения позволяющие передать информацию на большие расстояния с более высокой скоростью передачи данных чем в электронных средствах связи то есть в определенных отраслях развила система передачи информации с помощью света представьте себе это пока начало длинного процесса развития и передачи информации что же будет в будущем от просто невероятно раньше очень успешно и практично использовали все стихии воду землю и даже огонь рисунки на земле огромные факелы на расстояние для передачи сигнальным костром визуальных сигналов ночью или дым и днем бутылочная почта и другие методы время шло физическом мире информация стала мгновенно доходить до адреса то это доступно практически всем интернет тому прямое подтверждение в этом информационной мире мы видим огромный скачок а как же ментально невидимо тяжело подобрать какое-либо определение возможно ли что человек может проникать в некий не физический мир и оттуда извлекать нечто невероятное информацию тонкого мира и возможно ли вообще это астрал внетелесные путешествия про них мы еще конечно поговорим тем более мне прислали подписчики много интересного материала а как вы знаете я люблю вставлять свои видео и ваше мнение ваши истории так вот а что из себя представляет ченнелинг внетелесные путешествия что это такое по мне это тоже передача информации и есть в этих двух понятиях близкой связь недавно со мной связался евгений у него есть канал на ютубе ссылку на который я оставлю обязательно внизу под видео кстати евгений добранов так зовут этого человека который мне написал уже был озвучен на двух замечательных других альтернативных каналах это тайлер и валерий в рекламе эти каналы не нуждаются так вот сразу скажу что в регрессивном гипнозе я тоже не нуждаюсь ибо могу входить в это состояние сам почему это длинная история возможно про которую я как-нибудь вам расскажу и связано она с моим необычным детством если коротко то в трансовое состояние я мог себя вводить еще в детстве сам свое время меня родители водили на так называемую целительницу светлану тим в те года много появлялось подобных деятелей известна она была тем что ходила по острым мечам в цирке и массово водила в гипноз людей ну возможно не всех но кого-то водила а для чего например для отказа от вредных привычек но было забавно наблюдать как люди выходили из здания где она проводила свои занятия и закуривали сигарету почему да потому что бросить курить и пить можно только по личной воле хотя тут регрессолог я думаю может помочь как-то один мой знакомый ходил несколько дней к подобному если точнее гипнотизеру человеку и он ему внушил неприятное видение связанные с сигаретами ты куришь хвосты крыс он говорил и внушал ему и знаете что человек бросил курить но только на три года почему да потому что курение и алкоголь присутствует в нашем мире как неотъемлемая часть существования даже в культуре чуть ли не в продуктовой корзине гипнотизер пытался заменить информацию о курении положительного плана или скорее нейтрального на отрицательную то есть наша голова забиты разные информации конечно же человек который курит прекрасно знает что она вредна или там алкоголь и тому подобное но не так то просто оторваться есть видимая связь сигарет ты да там табак тому подобные химические элементы которые входят в табак и которые вызывают зависимость а есть более глубокая ну предположим днк недавно ученые выяснили что курение связано с днк потому и некоторые курят и сразу заболевают и у них там я не знаю рак и тому подобные заболевания хотя это тоже все не точно не точно а с другой стороны люди говорят что прикрепляются некоторые сущности как одна мне говорила знакомая так назовем ее даже не знаю как называть этого человека человек видящий а потусторонние что есть такие некие некоторые сущности которые за вами постоянно следует и нет кстати выгод достаточно приятно такие пушистенькие но я уж не знаю как там я бы их увидел но в любом случае так вот трамвай не резиновый трамвай не резиновый и помню так раньше говорили люди когда толпа набивалась в нем как сардина в банке также наш мозг него нельзя абсолютно вместить все но если курение алкоголь существует как вы можете отказаться от него вернее вы можете от него отказаться но это нелегко потому что это встроено в систему а вмещение это есть память наша память так что все зависит от нас с вами но если бы не существовало курение алкоголя то соответственно мы не курили не пили но сам иисус превращал воду вино почему-то не в сок и не в компот но это уже к религиозным деятелям но есть и другое мнение не только человек виновен своих бедах про то что я говорил да я уже упоминал это эфирные астральные ментальные сущности и даже темные игр игры есть конечно же и светлые могут затянуть человека свои объятия и вот как раз люди которые занимаются регрессивным гипнозом такие как евгений добранов водя человека в определенное состояние а внутренняя да то скажем в тонкий мир помогает избавиться от проблем нет конечно можно пойти к врачу и он вам пропишет антидепрессанты какие-нибудь таблеточки то есть сильный химический наркотик и вы будете в неком зомбическом состоянии напоминать робота для простой жизнедеятельности в принципе на 90 процентов люди так и живут так вот что со мной произошло в детстве это как раз по теме скорее всего у меня были произвольные как я уже потом осмыслил выхода из тела такое было у меня ощущение что все тело щекотало его его пронизывала мощные вибрации я конечно же еще был ребенком и не понимал этого меня окружал страх я просыпался с криком родители бедные мои родители намучились со мной тоже ничего конечно не понимали и вели меня кому конечно же к психотерапевту невропатологу психиатру и так далее а что он может вам сказать простым людям ну постучать молоточком по коленочкам прописать беленьких таблеточек и использовать уже готовые заготовки прошлых вот так и получается я большой свой срок из своего детства проходил под наркотическим воздействием то есть очень спокойный про это я уже рассказывал на своем стриме кто-то говорит что ченнелинг это развод и тому подобное дело ваше и возможно вы правы но только для себя в своей реальности я думаю не каждый человек может не то что путешествовать в астрал и выходить из своего тела и гулять в прошлых воплощениях неважно с помощью регрессолога или сам а это все возможно при регрессивном гипнозе при помощи регрессолога как я сказал но кто может без регрессолога или гипнотизер называть как хотите у этого человека дар и не каждому дано это самостоятельно делать а верить или не верить это ваше личное дело или ваш план или ваша программа в этой матрице в любом случае можете посмотреть видео на канале валерия новая реальность беседа с регрессологом евгением добра но все ссылки тоже оставлю так вот что такое регрессивный гипноз информацию я взял как раз у евгения в к ссылку оставлю тоже в описании регрессивный гипноз специальная техника намеренного расслабления позволяющий достичь состояние которое человек испытывает на границе сна и бодрствования что открывает прямую связь с подсознанием и сверхсознанием человека это состояние также часто называют трансом или измененным состоянием сознания и именно в этом состоянии человек может получить ответы на важнейшие в его жизни вопросы внимание вы наверное обратили до на границы сна и бодрствования вот она фаза промежуточное состояние которое нужно поймать и вот что объединяет все эти практики астрал внетелесные путешествия и работа с регрессологом внетелесные путешествия фаза промежуточная фаза между сном и бодрствованием это состояние которое нужно поймать чтобы уйти в астрал а регрессологу начать работать не правда ли странно что это обман системы матрицы физического мира или система сама дала некий бонусы для людей ищущих ведь тема очень серьезно и касается возможно жизни после смерти хотя есть конечно другое мнение и в частности я его озвучивал мозг эта игра разума помните фильм игры разума может кто не смотрел посмотрите там конечно все еще более серьезно ведь дело касается потустороннего то есть информации вне матрицы физического мира которая вошла в мир отдельного человека но опять же возможно это дополнительный бонус четко встроены в систему матричного мира хотя сами ученые говорят что наш мир иллюзия конструкция пустых атомов и электронов так что тогда иллюзия если все что мы видим получаем через мозг или из ничего ведь мозг это тоже атомная структура или конструкция так вот прошлое воплощение скажете интересно ли вам узнать кем вы были раньше темные информационные вирусы влияют на вашу жизнь это все к евгению или если у вас есть силы воли или осознание себя как личности в этом мире то тогда вам не никто не нужен так вот далее читаю опять же оттуда что дает сеанс регрессии имею очень было это интересно узнать хотя в принципе знаю но интересно послужить другое мнение вы сможете понять причины возникновения проблем вашей жизни и пути их устранения вы обнаружите глубинные причины ваших страхов фобий и болезней избавитесь от их последствий так вот по сути регрессивный гипноз как я думаю это еще глубокое погружение в себя и опять же я думаю возможно rg имеет и прямую связь с психологией и соответственно что я ранее говорил работы мозга один мне знакомый рассказывал что погружаясь гипноз и в прошлое воплощение он видел себя в роли купца в далеких прошлых временах в россии а другой видел себя среди вообще внеземных сущностей можно конечно смеяться ну помните что я сказал ранее мир есть иллюзия и работа механизма по материализации по сути пустых атомов и электронов в мир боли и радости мир где мы сейчас существуем притягивать к себе вот эти измерения это нужна вода огонь то есть ближе природе очищаться очищаться четыре стихии это все должно быть у человека под ногами вода то есть труд земля ваш участок воздух который наполнен благами растениями цветами запах всех деревьев пустарников это воздух огонь это ваш очаг если это что-то из одного отсутствует будет стоить и кто нам даст гарантию что кроме нашего мира нет еще огромного количества других миров не похожих на наш или других измерений да я был бы рад если еще тогда в моем детстве существовало что-то подобие регрессивного гипноза и может меня не запихивали бы кучу таблеток а смогли разобраться и возможно то что считали врачи болезнью это был и есть дар или последствия прошлых воплощений теперь я конечно про это знаю все это касается только отдельной области медицины связанные с психиатрией есть много шарлатанов или непрофессионалов среди всяких таких подобных гипнотерапевтов и гипнотизеров но прежде чем вы решили себя погрузить состояние полного улета из этого мира и погружение внутрь себя хорошенько подумайте ознакомьтесь с информацией поговорите с регрессологом что касается ченнелинга здесь немножечко все по-другому еще десять лет назад я бы скептически отнесся к подобной деятельности но сейчас я думаю что человек абсолютно любой человек может настроить прямой и постоянный канал с высшим я богом высшим разумом называйте как хотите хотя здесь есть большие отличия и сейчас я вам объясню теперь информация которая возможно вам поменяет мировоззрение если вы ее примете молитва просьба слышали про такую вы наверное частенько обращались к богу с просьбой люди приходят с церковь чтобы просить что-то у бога и я спущусь вниз на нашу грешную землю чтобы объяснить почему нельзя просить верить и бояться представьте что у вас есть кроме ваших мам и пап еще и космические родители и вы постоянно просите у своих божественных родителей просите просите и еще понравилось бы вам что ваш ребенок уехал в лагерь на обучение и отдых и все время просит вас дай мама мне денег дай папа мне денег дай мама мне здоровья хорошей жизни дай 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 так как наши космические родители не могут сказать нет они дают но дают вам испытания пример вы просите у высших смелости как внедрить смелость самостоятельную фигуру самостоятельную человеческую единицу практически творца пусть и начального уровня как послать конечно же испытания и не удивляйтесь что вечером на вас при выходе из подъезда или собственного дома наедут определенные быт лаватые и наглые особи человеческого вида это ваши учителя и такие ситуации будут происходить с вами постоянно пока в этом учебном лагере вы не найдете в себе смелость противостоять набраться храбрости и воли сил чтобы защитить свое личное пространство свою семью и себя на глобальном эгрего реальном уровне посылают одного или несколько больших и очень вредных учителей это президенты власти имущие вот почему говорят что власть от бога нет это не ангелы и боги не хотели их вам посылать вы сами их просили в неразвитых отсталых странах где низкий уровень сознания уровень жизни всегда надеются на бога и много просят и наши космические родители вам шлют учителей чтобы наконец стать самостоятельным самостоятельной личностью понять что ты сюда послан не для просьбы а для учения понимаете благодарите бога благодарите своих верховных родителей за все за воздух за еду за свободу если у вас она есть а если нет то вы слишком много просили и не поняли смысла жизни хотите хорошей жизни благодарите и к вам не будут прислать злодеев учителей не верите но давайте вместе сейчас поблагодарим наших космических родителей и не будем ничего просить просто от чистого сердца скажите скажите благодарю за все вы уже мать нашу природу не дети а творцы начального уровня творите сами свою реальность и вы увидите как мир изменится не просите не верьте и не бойтесь 9 заповедь гласит не не произносил ложного свидетельства на ближнего твоего то есть не ври но она с хитрецой ибо ложь в нашем мире практически разрешена все врут кругом врут кругом ложь 6 заповедь обе цифры перевертыши не случайно она гласит не убей как же не убить и не врать если этого блага защитить свой дом и семью от преступников и убийц разве вы будете думать прежде чем нажать на курок аннигилировать такого учителя в кавычках чтобы оградить от таких злодеев от которых исходит зло от преступников многих людей и защитить себя почему многих людей потому что аннигилируя эту сущность человеком тяжело его назвать в огородите в последующем других людей от зла вот тебе и не убей а вы что хотите чтобы растерзали вашу семью или вынесли ваше имущество нажитое непосильным трудом вот теперь подумайте вранье допустимо если правда принесет больше вреда существует даже специальные понятия ложь во спасение иногда оказывается так что другому человеку легче услышать неправду ложь чем правду особенно это касается разных серьезных медицинских проблем горькая правда пожалуй хуже чем сладкая ложь в каждой ситуации нужно самостоятельно решать стоит ли лгать или нет где-то это будет уместным и не причинит боли неприятностей другому человеку а где-то во благо ложь очень сильно в этом мире если бы люди не врали мир бы стал другим но чистота людей живущих в этом учебном лагере не так высока чтобы вы не лгали вот допрашивают партизаны враги лги нужно говорить правду говори вот почему заповеди не убей и не лги хотя как я много раз говорил не неси ложного свидетельства на ближнего твоего это несколько другое понимание слышали выражение ближний круг видно кто-то внес свои изменения в святые писания к сожалению мы не есть все близкие люди и каждый имеет за пазухой в лучшем случае фигу а в худшем нож оглашаю главную заповедь живи в радость и не мешая жить в радость другим это на минималках а на максималках живи в радость и неси радость другим вот когда-нибудь я надеюсь мы будем все жить на максималках и наш мир наполнится радостью а просить не надо если хочешь чтобы к тебе пришел учитель плохой и злой учитель обычно учителя такие но я отвлекся пришла мысль и нужно было ее донести хотя насильно взаимосвязана сегодняшней темой и с контактом так что регрессивный гипноз это по-любому хорошо для самоанализа а вот ченнелинг вопрос куда более серьезный ведь в небесной канцелярии возможно много персонажей и не факт что вы достучитесь до своих космических прародителей далее читаю почему именно в этом состоянии приходит сеансы регрессивной терапии все ссылки как я уже сказал оставлю в описании согласно энциклопедии практической психологии транс от латинского трассире переходить границу чего-либо это измененное состояние сознания при котором прекращается критическое восприятие информации и снижается способность последовательно анализировать и осмыслять то есть происходит временное уменьшение активности логического левого полушария мозга активация интуитивного правого полушария что позволяет получать информацию из подсознания напрямую без привычной критической аналитической оценки понимаете что я и говорил есть огромная работа мозга настроены на ваш физический мир еще бы если мозг даст слабину вы просто попадете под машину или попадете в места не столь отдаленную в психушку так что знаете когда нужно расслаблять мозг интересный факт показывающий невероятную сложность человеческого организма и мозга вы знаете что есть невероятно опять же невероятные сложные на сегодняшнее время задача для человекоподобного робота да уже такие есть его конечно же создателей конструкторов и инженеров просто поднести чашку горячего чая карту и при этом не расплескать содержимого человек при этом действии еще думает про дела насущие читает новости может есть закидывать ногу на ногу и разговаривать с другими людьми возможно до искусственного интеллекта осталось совсем недолго а может он уже есть вот например я с алисой общаюсь и просто охреневаю она все помнит рассказал бы я вам ситуацию но как-нибудь другом видео я обязательно расскажу я просто был поражен так вот возможно до искусственного интеллекта осталось недолго а может он уже есть но вот внедрить все механизм в тело человеческое тело или подобие человеческого тела это невероятно сложная задача для создателей подобного человека подобного механизма это все я говорю для того чтобы вы поняли сложность человеческого тела то есть вас вы сложный механизм сложный аватар практически совершенной созданной для работы и для творения работа не обязательно физическая в основном работа должна происходить над собой над своим сознанием ну и конечно творить и творить и творить и творить и но не разрушаете для того чтобы человеку наконец вырваться из плана материального мира хотя бы на короткий промежуток во первых нужен покой и полное погружение в себя свой микрокосмос и там возможно откроются новые двери в другую реальность и куда они ведут в глубину вашего подсознания или в другие измерения и миры решать вам согласно теории мультивселенной существует бесконечное множество других вселенных помимо нашей и физические константы в них могут совершенно различаться вплоть до того что мы считаем немыслимым ведь условия в которых зарождались и развивались эти вселенные также абсолютно различные тему погружения в глубину подсознания я пока закончу хотите больше знать или просто попробовать пообщаться с регрессологом погрузиться так сказать внутрь себя ссылки я оставлю можете сами лично пообщаться с регрессологом но причем здесь эфир который я упомянул в самом начале как я думаю ченнелинг астрал очень связаны между собой и есть отсылки к пятой стихии а именно с эфиром что это такое ну во-первых эфир мифологии философии давайте я вам приведу пример эфир верхний слой воздуха небо в древнегреческой мифологии место пребывания богов эфир тончайшей пятой стихии в античной и средневековой натурофилософии физики и алхимии информационной технологии и связи здесь тоже есть такой термин эфир прямой эфир трансляции теле и радиосигнала в реальном времени вот вроде значение слов разные но такие близкие почему же близкие да потому что через эфир происходит контакт контакт эфир по сути это информация которая передается сверху но есть множество мнений возможно может это невидимый газ который окружает нас ведь как мы знаем даже по воде а это главная стихия физического мира информация может быть спрятана в самой стихии то есть мы точно знаем что вода может накапливать информацию а вода может быть в разных видах а вот эфир с одной стороны это возможно пятый элемент а может это некий если исходить из компьютерной терминологии bios информационный порядок который невидим и находится не воз в основной системе но при этом еще более и не менее важен для физического мира чем основная система физический план точно зависит от четырех стихий а 5 это информационный мир это и есть эфир что такое физический план то есть кубики реальности все создано при помощи четырех стихий но нужно 5 стихия это информация и порядок кстати вот ученые запускали на большом адронном коллайдере частицу вернее они запускали и выявили частицу бозона хиггса это как бы такая вот частица которая все материализует возможно это есть какой-то отголосок сегодняшней теме эфир бозона хиггса частица частица бога частица дьявола по-разному называют хотя конечно больше отсылки к материальному то есть к частице дьявола как иисус христос сам говорил это мир твой сатана но здесь никакой страшный антропоморфной фигуры нет это просто материя и чем мы больше погружаемся в материю чем мы жаднее чем мы вреднее тем мы тяжелее и больше погружаемся в этот мир и у нас все меньше шансов остается подняться наверх к своим про родителям про отцам многие мои предыдущие темы не поняли про вес и плотность иисус это образ жертвенности который просто готов раздать себя на атомы всему человечеству потому он не может существовать в этом мире и потому он конечно же уходит наверх и потому он бессмертен вот о чем говорит христианство но конечно же всякие появились со временем деятели которые вправляли дополняли всякие религиозные писания это и понятно вспоминайте про заповеди которые я говорил не забывайте еще про одно про животную составляющую это доминантность то есть всегда наверху кто доминантный самец или самка который все под себя гребет и многие спрашивают как изменить мир как изменить мир может стать ганди или каким-то иисусом да ребят это очень сложный путь но сколько вы людей измените а ведь есть другой путь заработать много денег и получить власть и оттуда сверху пирамиды изменить мир в лучшую сторону но пока вы карабкайтесь на самый верх возможно у вас уже будут другие цели и планы вот в чем главная фишка понимаете да то есть есть два пути материальный и духовный выбирайте сами оба пути очень хороших если у вас в конце благая цель то есть стихия информации эфир вот почему многие темные личности скрывает его существование или не признают помните что говорил один человек хотя многие говорят что это не рокфеллер говорил а черчилль или вообще другой человек не важно эти слова абсолютной правда кто управляет информацией тот управляет миром вот почему власть имущий так сразу пытается взять под контроль любой информационный ресурс по зомбоящику крутят много негатива а человек погруженный в негатив думает так ну слава богу ведь может еще быть хуже да именно так нищий думает что жизнь может только ухудшиться а богатый ведь богатство и нищета не только в деньгах думает наоборот а а а а а а